Начиная с 2009 года в Ишимбайском районе за время создания финансовой поддержки малому и среднему бизнесу выдано 68 субсидий на сумму около 10 миллионов рублей. В этом году планируется освоение более 4 миллионов рублей. Предусмотрено два вида субсидирования субъектов малого и среднего предпринимательства. Это субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса, так называемый стартап. Второй вид поддержки это субсидирование части лизинговых платежей. По стартапу, во-первых, субъект предпринимательства должен быть зарегистрирован как субъект предпринимательства не более одного года в налоговой инспекции и 25% от запрашиваемой суммы должен потратить самостоятельно, уже будучи субъектом предпринимательства. Соответственно, составить бизнес-план доходчивый, понятливый, собрать пакет документов, обратиться к нам. Субсидирование части лизинговых платежей это необходимо, чтобы субъект предпринимательства приобрел какие-либо машины, механизмы, оборудование, основные средства на условиях лизинга. Очень много заявлений приходит по сельскому хозяйству, в частности пчеловодство, животноводство, растениеводство. Производство, переработка, оказание услуг это приоритеты при выдаче субсидий. По прошлому году могу сказать, что было 49 заявлений, получили поддержку у нас 26. В развитых зарубежных странах поддержка малого и среднего бизнеса является важнейшей функцией государства. В России средний бизнес был официально признан законодательством сравнительно недавно. Тем не менее, в республике этому вопросу уделяют должное внимание.